Добрый день, я вас слышу очень хорошо, полностью согласна с молодым человеком, который говорил, можно так сказать, до меня. Но я хочу немножко поговорить с вами о другом, о том, что происходит на территории ДНР и ЛНР. Дело в том, что люди там действительно очень запуганы и навряд ли они вам позвонят и скажут то, что происходит, потому что там боятся выходить из Бога. Огромное количество военных, именно русских военных, находится на улице, которые, можно сказать, насильственно забирают мужчин в, ну, как это сказать, в армии, в войска. Вот. И люди понимают, что происходит. Там же очень много людей, которые настроены за Украину, но которые остались там, потому что, ну, семьи, дома. Да, понятно, что идти скидаться в другую страну, ну, достаточно тяжело. Никто тебе не даст ни дом, ни квартиру, а там уже все построено и быт. Вот. И они где-то как смирились в ожидании, ну, как будет, так будет. Научились выживать в этой обстановке. И сейчас этих людей загоняют именно в военкоматы, заставляют брать в руки оружие. И знаете, какая мысль существует там? Что вот это военное наступление руководства России, они планируют сделать не руками солдат России, а именно руками этих ребят. То есть они будут идти как кушечное мясо впереди, а сзади, за их спиной будут стоять обученные, ну, на сегодняшний момент там очень много ребят из Чечни, чеченцев, и которые будут стрять в спину, если они откажутся это делать. И там сейчас просто паника в этом плане. Женщин заставляют очень многих выезжать с территории. Вот. Хотя там же на самой территории нету никаких военных сейчас действий. Там нету разрушений, нету попаданий мин. Я говорю о людях, которые живут там 8 километров. Ну да, но они просто утверждают это и распространяют такую информацию. Я еще раз говорю, то, что там показывают, люди боятся говорить на камеру открыто правду, потому что они запуганы. Я вам это рассказываю со слов тех людей, которых знаю лично, с которыми у меня вчера более 10 звонков было. У меня родной брат живет в России, да, то есть я очень связана, ну, как бы, с Россией, да, я 5 лет сама там жила и работала. Поэтому я такой человек, который, ну, несмотря на всю эту ситуацию, ну, не буду ненавидеть российский народ, да. Хотя действительно, совершенно верно, в Украине сейчас такое настроение. Но я еще раз повторяю, такое ощущение как будто заставляют. Спасибо вам большое. Спасибо Надежда, Надежда из Киева, вот, которая рассказала нам о настроениях ее друзей, которые, как она связывалась сейчас, которые живут на территории как раз-таки этих республик. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»